И таки шалом на секундочку. Вот тут разгуделись. Что будем менять фильтр. Поменяем с вами воздушный топливный фильтр. Когда я купил я так и не поменял. А уже хотелось бы это сделать, потому что неизвестно, что там у нас творится со старым фильтром. Вроде бы сложного ничего нет. Вот у нас какой-то разъемный датчик идет. Скорее всего датчик воды. Он прокручивается снизу. Посмотрим. Сейчас разбираем все это дело. Открутить. Один болтик. Все это дело должно доставаться легко. В общем сложного тут вообще ничего нет. Первый раз это дело и сложности не нахожу. Первое это нажать вот эти все кнопушки и вытащить. этот нажать провернуть. И то есть все без проблем. Тут этот датчик с разъемом. Он цепляется тут на вот этих вот пазах. Он вставляется тут в железячку. Вон там пипка такая торчит. Это все вытаскивается вместе с этим с фильтром и откручивается. Аккуратно откручиваем. Все тут чистенько протерли. Так же все и собирается. Без всяких проблем. Откручиваем пробочку. Забираем отсюда резиночку. Меняем на новую. Ставим новое кольцо резиновое. И как бы никаких проблем вообще. Ладно, это было лучше делать. Ну и самое главное это. Не перепутать где что было. Например, эта желтенькая, которая пробочка была. Это у нас обратка. То есть ее не перепутаешь. Вход и выход надо тоже не перепутать. Вход у нас идет в наружный фильтр. Понаружем он фильтрующий элемент. А внутренний как бы идет уже выход уже в аппаратуру. И все. Вроде бы никаких проблем сейчас позажимать все. Потому что если перепутать вход и выход наоборот, то у нас вовнутрь погонит топливо. И там фильтрующий элемент устроен так, что он не будет много выдерживать мусора. Он забьется в хлам сразу. Снаружи у него фильтр чуть-чуть друг по другому устроен. Поэтому тоже их важно не перепутать. Или не перепутать вообще. Хотя тут тоньше. Есть там дальше магистрали, которые могут люди путать. И в итоге они в обратку загоняют наоборот все. И то, что в обратке, оно как бы получается начинает гонать давление в обратку бешено. И выходит там каламбур, срывает шланги, и все рвется, все в соляре. В общем, как сняли, проверили, как ставите. Еще один немаловажный момент. У меня тут классно есть груша. Которая, которая можно закачать топливо. У кого нет груши, нужно брать шприцом во вход. И заливать топливо. Пропитать наш фильтрующий элемент. И вот. Как-то так. И тогда у вас будет бесперебойно поступать топливо в аппаратуру. Сейчас пока пропитается сам фильтр. Но груша это классно. Я помню, как батя за это все время меняли фильтр. Ох, как мы мучились с этими шприцами. Ладно, я прокачаю. Ну и должно работать. Вам всего наилучшего. Меняйте фильтра быстро и легко. Минут 5 ДИУ. У меня 10 минут занялось видео. Но все равно и лучше. Не болейте. Ну и по скрипту. Ошибок никаких нет. Фильтр. Заменен. Дверь отеля работает. Ровненько. Все замечательно. В общем, как-то так. Что, пойдем разберем фильтр. Посмотрим, насколько он грязный. То скриптум, то скриптум. Ну, она настолько грязная, что не просвечивается. Местами. То есть все... Очень черная. И сама соляра. То есть таким крупным мусором. То есть все это дело вовремя поменяли. Так, в принципе, фильтр нормальный. Но проблема в том, что мусора полно. Меняется он через... Напишу, через сколько он меняется. Ну и по скрипту. Где тут наша мышка. В общем, проблема с... Помните, может быть, кто смотрел видео, когда мы меняли свечи накаливания. У нас она глохла. Когда мы там заводили, якобы она стояла там, если чуть-чуть там день. И заводишь, она глохнет. Или даже бывало, что едешь. Вот она. Останавливаешься на светофоре, может заглохнуть. Оказывается, все-таки проблема это была в том, что забит фильтр. По поводу... Ай, вот обслуживание. Есть такая классная книга по Киа Карнивал. Тут и бензиновый, и дизельный. Это как раз интересный факт. Потому что замена масла в дизельном 5000 километров. Или каждые полгода. Кто-то там говорит, что больше можно. Самогни, вот мануал специально для Карнивала. Еще меньше замена, потому что турбина и всякое такое там дизель. Потом топливный фильтр, как раз вот то, что я хотел вам показать. У нас получается через каждые 15 тысяч. Или раз в год менять. То есть мы его будем менять, наверное, чаще. Если будем наезжать до 15, то раньше поменяем. Ну, в год. Или если мы меньше накатаем, то я все равно раз в год буду менять. То есть это такая книга. Кому нужно, ссылка постараюсь не забыть оставить в описании. На Google Диск идея как раз хранится. Эта книга у меня. Там все мелочи, все нюансы. По поводу Киа Карнивала. Кому интересно, можете заходить, смотреть. И если кто боится заходить по этой ссылке, то найдите для себя. Есть на английском, но есть уже переведен на русский. Но все равно вам придется как бы ее скачивать. Неизвестный источник. И я ее скачал, как бы уже проверено. И нету никаких проблем. Она у меня скачана чистая. Без всяких легков, без всяких там краянских и прочей нечисти, которая обводится в интернете. В общем, кому интересно, можно тут найти всю информацию. Все подробности. В общем, как-то так. Вам всего наилучшего. Не болейте. Даже такие вот параметры выносят. Как-то так. Но мне надо бы, наверное, двоцаточку лить. Или хотя бы 15, а 40. Всем до свидания. Я тут круг. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон»